Приветствую вас и проблему, которую вы обидуете, я бы разделил на две части. Первая часть это ваше отношение, это вы сами. Вторая часть это ваша сестра. И поскольку ваш вопрос касается вашей сестры, то есть вы спрашиваете нас, что означает ее обидчивость, то я отвечу на ваш вопрос прямо, то есть конкретно. Когда человек обижается и оскорбляется на то, что ему говорят, это значит, что слова, которые вы употребляете, ему очень сильно не нравятся и его задевают. А когда слова задевают, это значит, что они находят отклик в душе самого человека. Что в свою очередь означает, что ваша сестра осознает, что она такая, какой вы ее называете, но вот меняться, так как вы говорите, делать так, как вы говорите, она не хочет. С чем это связано, к сожалению, сказать нельзя, потому что мы вашу сестру не знаем. Скорее всего, она считает, что сама способна, сама в силах решить свои проблемы. И если вы говорите ей, что краситься она не умеет, то простите, может быть, ей нравится, как она это делает. А то, что говорит она на людях, так угадывает у человека свой подход к общению. В любом случае, вы для нее не авторитет, вы для нее не тот человек, к которому она прислушивается, и это лишь означает, что вам бесполезно ей что-либо говорить. Вне зависимости от того, правого вы или нет, она заодно поступит по-своему, потому что вы для нее не являетесь наставником. Теперь, что касается вас. Что касается того, что вы пытаетесь ей помочь. Скажите, она просила вас о помощи? Она спрашивала вашего мнения по поводу, например, того, как она красится, или того, что она говорит на людях и так далее. Если просила и обижается на то, что вы говорите, это ненормально. Но если вы сами позволяете себе человека критиковать, то нет ничего удивительного, что она обижается. Она вас об этом не просила, вы все равно это делаете, значит, ее это задевают, оскорбляясь. По ее мнению, вы не имеете права ее критиковать. По ее мнению, вы не имеете права догадаться в ее личной границе и личное пространство. Вы знаете, если вы действительно хотите помочь своей сестре, то позвольте ей жить и действовать так, как она хочет. Но предупредите о том, что некоторые ее поступки и некоторые ее поведения, некоторые элементы, точнее, ее поведения, приведут к негативным последствиям. И когда эти последствия наступят, если эти последствия наступят, вы готовы ей помочь. Вы можете последнюю фразу про помощь не говорить, просто предупредите ее. Вы можете сказать, вот, например, ага, вот она, допустим, краситься не умеет, по вашему мнению. Вы ей скажете, знаешь, сетричка, а вот нанесение косметики, это не самая твоя сильная сторона. Ты не очень хорошо раскрываешь свой внешний вид. Ты не очень хорошо раскрываешь свою внешность. Из-за этого у тебя, возможно, мало будет внимания мужчин. И все. Пусть делает, как хочет. Пусть красится, как хочет. Если встретит своего мужчину на здоровье, но если она в определенный момент времени поймет, что ее усилия и действия приводят ее не к тем результатам, которых она хочет, она обратится к вам. Она сама просит у вас совета, и вот тогда, если поступит от нее прямой запрос, вы можете ей помочь, высказать мнение и так далее. Если вы видите, что она слишком гордая, чтобы попросить у вас помощи откровенно, но вы видите, что она определенно находится на распутье, в кризисе и так далее, помогите ей сами. Но помогите. То есть покажите. Не говорите, например, если она не умеет краситься, а предложите ей ее накрасить. Например. И покажите, как можно сделать один раз. Если речь зайдет про ее внешний продукт, она, например, себе не нравится. Или если вы увидите, что вот она начинает краситься и долго выбирает элементы косметики. Скажите, давай с личикой я тебя накрасил, а то вот не хочется понять с тобой. Представьте все, как непринужденную такую инициативу. И покажите ей наглядно, в каких результатах может добиться ваша сестра. И вот тогда она и начнет к вам прислушиваться. А если вы будете критиковать ее, то есть просто говорить и осуждать. Причем, когда она даже не спрашивает вашего совета, а просто уверенно осуществляет свою деятельность, ну, она легко и будет реагировать негативно на вас, даже если вы правы. Просто их чувство противоречия. Просто потому, что сестры – это соперники. И она сложится без соперничей. И она ей, в принципе, может не захотеть делать так, как вы ей говорите. Вот и все. И получается, что вы таким образом ей вредите даже. На этом, я думаю, можно закончить ответ на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас возникли, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.